Менее часа назад суд продлил арест Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двоим участникам пьяной драки и даже ни одной в центре Москвы. Все они останутся в СИЗО до 8 февраля. Там же, видимо, и встретят Новый год. Сегодня обвиняемые просили отпустить их под залог, обещали помогать следствию. Но какие выводы все-таки перевесили? За заседанием следит Павел Мельник. Впервые за последние месяцы они снова вместе. Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают арест в разных камерах Бутырки, ждут заседания на одной скамье. Уже не улыбаются, как раньше. Тверской суд решал, что делать с фигурантами дела о хулиганстве и нанесении побоев. Помимо именитых футболистов, по нему проходят также брат Кокорина Кирилл и приятель Мамаева Александр Протасовицкий. Мест на всех не хватило, сидят по очереди. Защита просила отпустить их под залог. Адвокат Кокорина даже представил выписку из банковского счета на 10 миллионов рублей. Но деньги суд не заинтересовали. Ребята на сегодняшний день, по нашему мнению, по мнению всей защиты и по тем доказательствам, которые имеются в деле, находятся под стражей незаконно. Мы будем обжаловаться. Избитый у гостиницы Пекин водитель, федеральный чиновник и директор института, пострадавший в кафе, прогулка футбольного дуэта по столице вызвала широкий общественный резонанс. А супруга Мамаева, Алана, после скандала даже подала на развод. Якобы узнала об измене мужа. На заседании она сегодня сидела в первом ряду. Арест продлён до 8 февраля, а значит, Новый год футбольным звёздам придётся встречать в следственном изоляторе. Не в дорогом ресторане под бокал шампанского, а перед телевизором с чашкой чая. В камере это единственное, что доступно из-за развлечений. Павел Мельник, Андрей Скрипелёв, Борис Сальников и Анна Колк. Вести.